И в ночь с вашим победителем прозыгранным титулом мы сегодня добавили еще и ничья, но у нас есть еще несколько минут. И давайте посмотрим на данный момент. Еще один бой. А мы его зафигуруем. Уважаемые коллеги Владимир Геннадьевич, друзья, Казанов. Пледний VIP. К вашему сведению ужин начинается в 11.00. Еще один бой тяжеловесов. Тяжеловесов дебютанных. И раз мы получим команду от наших режиссеров. И попросим запустить вот этот бой. Евгений Орлов против Жамала Свериев. Кубок Корона Экстра. Последний бой сегодня на экране российского телевидения. Еще один профессиональный бой тяжеловесов. Женя Орлов. Роскошный красавец молодой юной. Не скажу от лет. Сейчас поймете почему. Но весом 130 килограммов, ростом где-то от 2 метра 5 сантиметров. Снова новинки теперь уже. Мы покажем, мы комментируем видеозапись Александра Калинкин. Виной Женя Орлов из Барнаула. Против американца Жамала Терри из Делавера. Из Вилдингтона. У Орлова первый профессиональный бой в жизни. Так же как и Дмитрий Наумов с боем, которого мы начали сегодняшнюю трансляцию. Дмитрий Наумов приехал сюда, в Москву, несколько дней назад. Тренировался здесь под руководством Вениамина Русанова. Готовился к своему этому первому бою. Джамал Терри. Американец уже провел 2 профессиональных боя. Один из них проиграл, другой выиграл. Для Орлова, по-моему, этот минимальный опыт соперника никакого значения не имеет. Мы наблюдаем до еще 2-х совершенно непохожих боксеров на предыдущую пару. Сегодня все эти жизни совсем разные. Ну и темы, в общем, здорово, что темы отличаются, этот профессиональный бокс. Я вам просто хочу сказать одну вещь. Вот это замечательная традиция, давать возможность молодым ребятам проявить себя в большом шоу с участием крупных боксеров, таких интересных, либо звезд, либо чемпионов и так далее. Это то, что в Америке называется андоккар. А боксер, который появился на телевидении и понравился публике, путь наверх ему обеспечен. Давайте все-таки вернемся на ринг, поскольку половина первого раунда позади. И видно, что ребята очень стараются, хотя и много у них хватает. Я думаю, особенно большое желание у Евгения Орлова. Приехал из Барнаула, никогда не выступал в таком зале в Москве. Несколько тысяч зрителей в компании с классными бойцами. Разыгрываются титулы чемпионов. И вот он против Джамала Терри. Могу честно сказать, этот американский боксер самый крупный и наименее атлетичный из всех приехавших сюда. Что самое интересное, в Америке очень много таких бойцов, которые на телевидении не боксируют, их любят. Да. А там, в общем, важно быть популярным. Да. Сейчас дождемся перерыва и... Я надеюсь, что мы его дождемся, потому что в таком бою очень часто один удар все решает. Да, вы правы. Поэтому я не возьму сделать прогноз на итог этого боя. Что скажете вы? Да, это верно. Ну, здесь как они, что один, что второй, могут сейчас махнуть, так скажем. Да. И все закончится. Тем более массу обоих достаточно. Очень большая. Если еще навстречу попадешь, точно, скажем, в подбородок, очень неприятное ощущение. Ну, представляете, вместе они весят 247 килограмм. Почти четверть тонны на рынке. Так вот, вспоминая, первый раунд заканчивается, да? Так вот, вспоминая тот самый бой тяжеловесов на Олимпиаде 52-го года. Точнее говоря, вспоминая описание этого боя. В начале боя наш лучший тяжеловес, Альгердес Шоцекас, да? Они пожимали руки с американцем. После этого отступили на шаг. И Шоцекас пошел вперед, намереваясь еще раз коснуться перчатками перчаток соперника, как было принято у нас. А американец, который совершенно готовился к другому, тут же ударил нашего чемпиона, незащищенный, естественно, подбородок, Шоцекас. Я полагаю, что это была ошибка. Да, это было незнание просто. Элементарное незнание и недостаток международного опыта, да? Конечно. Дело в том, что после гонга что остается? Только бить противника? Что американец и сделал. Чему нужны все эти реверансы? Скажем, я понимаю, что джентльменский жест и так далее, но это потеря секунд боевого раунда. Да, раунд, у нас гонг уже все. Уже надо работать. Масса курьезных вещей происходила на Олимпийских играх и на официальных соревнованиях. И, конечно, очень жаль. Да и скандалы бывали изрядные на Олимпийских играх. Вспомним тот же Сеул. Но вернемся, давайте, на ринг. Второй раунд. Вот о чем мы говорили. С медики размажутся удары. Так можно и по затылку схлопотать. И при таком весе можно и может будет закончиться. В общем, нельзя обоих назвать атлетами. Нельзя. Но они учатся. Да, тяжелый вес это особая категория. Там много разных факторов играет роль, которая в других высовых категориях совершенно не играет. Заканчивается наш репортаж. Наш репортаж должен заканчиваться. Должен заканчиваться, говорю уже прямо, как бы не обманывая никого, поскольку мы комментируем видеозапись. Этот бой закончился досрочно. Я надеюсь, что нам удастся до окончания репортажа увидеть и концовку этого боя. Орлов прижал соперника канатом в углу. По-моему, один прямой удар левый в разрез прошел. Все остальное так по перчаткам. Концовку-то не хватает умения. Умения, конечно, нет. Но вес, масса какая. Вот вроде не акцентировал удар, а вот навстречу и попал подбородок. Сама масса за себя говорит. Да, зрители, конечно, в восторге, потому что всякий раз, когда кто-то выигрывает досрочно, тем более, такие могучие ребята. Но вообще зрители любят, любят, чтобы человек вставал, падал, опять вставал. Зрители любят проявление воли и характера. Вы вспомните, когда Тайсон боксировал с Дагласом. И упал. У него вылетела капа из рук. Очень сильный пропустил встречный удар. Тайсон поднимается, хватает перчаткой капу, вставляет ее в рот. Она торчит, если не влезает перчаткой, не влезает и продолжает идти вперед. Вот это зрители любят. 40 секунд до конца второго раунда. Уже просто как мешок расстреливает Орлов. Все. Все, бой закончен. Вот так вот, неописуемая радость была на лице Евгения Орлова потом, когда он выходил из зала. Он был в таком восторге, какой, наверное, должен быть на лице человека, выигравшего Олимпийские игры.